Одно из самых громких уголовных дел в российском шоу-бизнесе. Убийство певца Игоря Талькова вновь в топе новостей. В следственном комитете заявили о возобновлении расследования. Напомню, следствие пристановили 25 лет назад, после того, как обвиняемый, администратор певца, покинул страну и получил гражданство Израиля. Что же изменилось сейчас, выяснял Игорь Крупчинов. Фигурант громкого уголовного дела Валерий Шляфман о деталях убийства звезды российской сцены Игоря Талькова вспоминать не любит расследования, его не касалось. В далекой России следствие по делу вообще прекратили. Только журналисты иногда надоедали ему расспросы. К примеру, в 2013 году мужчина дал это интервью шефу Ближневосточного бюро Сергею Пашкову. Рассказал, как жил под именем Валерия Высоцкого, работал риэлтором. Вспоминал события 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге. Это день убийства Игоря Талькова. Шляфман, который тогда был директором певца, виновным себя не считал. Потом уже в конце, когда я увидел, что он лежит, я оббежал его. Когда он лежал, увидел, что он нажимает пистолет и барабанчик крутится в холостую. И вот тогда я начал вырывать пистолет. Не меньше пресса писала о другом вероятном фигуранте уголовного дела. Об Игоре Малахове. Целохранитель певицы Азизы имел при себе револьвер. И был одним из участников конфликта, в результате которого и застрелили Игоря Талькова. Малахов имел репутацию типичного представителя лихих 90-х. Он якобы решил поменять порядок выхода артистов на сцену. Это и стало поводом для потасовки. Долгое время о нем не было известно ничего. Но однажды журналисты обнаружили Малахова, опять же, под другим именем, среди пациентов одной из больниц. Позже писали, что он скончался из-за болезни. Выходит, Шляфман, один из немногих, кто мог бы пролить свет на загадочное убийство. И события, которые вокруг него происходили, они носят туманный характер. Не расследовать подобную историю или не раскрыть, это было бы гораздо большим преступлением, если в оживленном лену. Дело, значит, есть какие-то детали, которые следственный комитет сумел раздобыть. Первоначально уголовное дело возбудили по статье «Убийство по неосторожности». В начале 92-го Шляфман покинул страну и получил гражданство Израиля. А весной того же года ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Затем расследование приостановили из-за того, что ключевой фигурант дела скрылся. И вот сегодня Следственный комитет впервые после продолжительной паузы сообщил новые подробности этого дела. Ранее по уголовному делу в качестве потерпевшей была признана мать Игоря Талькова. В настоящее время следствием удовлетворено ходатайство Татьяны Тальковой и Давы Талькова признание ее потерпевшей, поскольку мать писца умерла. После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материала уголовного дела. Юристы отмечают, в деле об убийстве Игоря Талькова была только пауза, которая вовсе не означает, что срок давности по уголовному делу истек. Кто совершил роковой выстрел, вероятно, ответ на этот вопрос перестанет быть тайной после завершения всех следственных действий. Игорь Кропичнов, Дмитрий Степанов, Вести, дежурная часть.